Телеканал ОТВ Серпухов стал победителем 27-го международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж». Его итоги подвели накануне в Центральном доме кино Союза кинематографистов России. На большом экране Центрального дома кино документальный фильм главного редактора телеканала ОТВ Серпухов Марии Панкратьевой «Беслан, будем жить». В зале полная тишина. Оторваться от героев и их истории невозможно. Это потом подтвердят и члены жюри. Работа признана лучшей в номинации документальный фильм. Когда смотришь эту картину, каждый кадр отзывается в сердце. С одной стороны, необычайно, немногословно, скромно, внятно и со скорбью и с любовью. Спасибо большое фестивалю и спасибо большое жюри, что так высоко оценили наш фильм. Мы живем в городе Серпухов и в Беслане погиб наш земляк Серпухович, майор Роман Катасонов. Он спасал детей вместе со своими коллегами. Сегодня эти дети уже выросли, получили профессии. И главный герой нашего фильма, Мурат, стал строителем. И так получилось, что после института первый объект, который он строил, он строил в нашем городе Серпухове. Это была школа, названная именем Романа Катасонов. И самое главное, что Мурат говорит о том, что он хочет созидать. А значит, все было не зря и значит, жизнь продолжается. Спасибо. Примите от нас главный приз – жюри цветы. Фестиваль «Радонеж» в этом году проходил в 27-й раз. Он считается лидером в области религиозного, духовно-нравственного документального кино и проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Аруси Кирилла. В этом году в дирекцию фестиваля поступило более 216 заявок от кинематографистов и тележурналистов. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Поволжье, Забайкалье, Зауралье, Тюмени, Хабаровска, Якутия, Башкортостана, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Италии. Совместные проекты с Францией, Украиной, Испанией, Великобританией. В этом году просто невероятно сильный перечень фильмов представленных. Их всего было 107. И практически все заслуживают внимания. А что-то просто изучение. Мои открытия только еще больше утвердило мою любовь к России, к несказанному количеству талантливых людей. Лауреата в фестивале наградили серебряными медалями преподобного Сергия Радонежского, дипломами и специальными призами от жюри. Организаторы, в свою очередь, акцентировали, что в конкурсную программу отбирают фильмы, которые наполнены духовной мощью, силой святости. Так возникает галерея портретов наших современников.